С августа исполняется 55 лет со дня официального открытия первой в мире физико-математической школы-интерната. По этому поводу у нас сегодня в гостях директор ФМШ Николай Иванович Егорский и один из выпускников Александр Балян. Доброе утро! Здравствуйте! Ну что, как будем отмечать такой праздник? Этот праздник один очень существенный для нас веха, потому что за этот период физико-школа появилась не только как новый цветок в области образования, которая дала новый импульс не только, кстати, в Советском Союзе. Это же был эксперимент вообще, я так понимаю, в свое время. Очень смелый эксперимент, но и во всем мире. То есть у нас есть последования в Южной Корее, в Германии, в других странах. Поэтому можно сказать, что это драйвер нового направления развития в образовании в конце 20-го века и уже в 21-м том числе. Планируются какие-то мероприятия? Безусловно, да? Конечно, это будет... Закрытие летней школы совпадает с той датой, когда вышло постановление правительства об организации физико-школ. Ну и одновременно будет съезд всех наших выпускников, выпускников Новосибирского государственного союза, МГУ. Поэтому это будет большое мероприятие. Александр, а Вы когда выпускались из ФМШ? В середине 80-х годов я закончил физико-школу, приехав в эту школу из, ну страшно сказать, слов 15 придется произнести, как называется этот населенный пункт. В то время примерно 70-75% физико-школьников приезжало из деревень, из отдаленных поселков рабочих. Такая была политика. И это, в общем, основное было преимущество и осталось основным преимуществом нашей школы перед большинством других школ в мире. В Великобритании, Германии, Южной Корее и так далее. Система набора является гвоздем. Вот я закончил в 1986 году. Но опять же нужно было еще быть не только откуда-то там, да, из региона, но еще нужно было быть одаренным ребенком, да? Знаете... Я так понимаю. Одаренным ребенком. Все дети одарены, но если говорить о специфике физмат-школы, она полностью называлась так. Физико-математическая, химико-биологическая и спортивная специализированная школа-интернат, номер 165, когда я учился здесь в Новосибирске. Значит, насчет одаренности, вот тут интересная история. Сама идея этой школы, которая, в общем, тиражироваться и начала, сейчас их более 100 существует в мире, и там показатель каждый год меняется, некоторые не выдерживают, закрываются. Так вот, идея была такая. В одном месте собрать ребят, которые показали себя тем или иным способом. Вот этот способ придумали. Это называлось Всесибирская сначала, потом Всесоюзная Олимпиада, физическая, математ, ну и так далее. Вот эти все, значит, Олимпиады. Собрать детей, которые проявили себя, отобрать их определенным образом, каким-то определенным способом, как способных жить отдельно от родителей и обучаться в детском коллективе, ну, нацеленных на достижение детей. И после чего они должны были жить в общежитии, там, год, два, три, в зависимости от возраста и степени подготовки, куда они поступили, в общем, классы там были тогда девятый, десятый, одиннадцатый, потом десятый, одиннадцатый. Они должны были в это время учиться не по программам какой-то средней школы и не у учителей. Профессорско-преподавательский состав университета, ученые из институтов Сибирского отделения Академии наук СССР, должны были образовывать этих детей, то есть не обучать, а образовывать. И вот представьте себе, что на самом деле было задумано и реализовано. На самом деле вещь, которая оказалась неповторимой в полном объеме, и она даже сейчас не повторяется, потому что элементы вот этого набора, они какие-то деградировали за это время, какие-то сильно видоизменились. Можно по-разному это оценивать, но тем не менее они изменились. И сейчас школа пытается к этому приспосабливаться. Ну вот смотрите, система Олимпиад, одаренные дети, как вы сказали, сейчас Олимпиад Всесиб и Всесоюзные Олимпиады, или там как Всероссийская, это теперь разные Олимпиады. У нас регионы, федерализация же случилась. Каждый занимается еще, десятки каких-то еще своих Олимпиад проводит или приветствует, международных и так далее. То есть система стала сложнее. Детей набирать из регионов, в какой-то один регион Новосибирск стало труднее, просто потому что у нас нет единого Советского Союза, а ведь у нас дети были из всех республик. В моем классе были от Латвии до Сахалина дети. И сейчас они проживают от Соединенных Штатов до Японии, да, везде. Ну и ребята, там профессора, руководители центров каких-то научных и так далее. И у нас из Томской области, в Новосибирскую, детей не отпускают, говоря прямо, да. Просто не родители не отпускают, а так власти построили систему. Не говоря уже о более отдаленных регионах. Второе, значит, была система, при которой государство финансировало приезд детей в летнюю школу. Вот летняя школа, это способ их собрать в одном месте и как-то отобрать. Они на Олимпиадах себя проявили, а как они будут вместе, неизвестно. Летняя школа, это веселый такой летний лагерь, с одной стороны, с другой стороны, с ежедневной учебой и с Олимпиадами. То есть дети, которые летом согласны учиться и ходить на Олимпиады, которые едут с Камчатки, с Чукотки, с Урала, отовсюду приезжают и вот весь август проводят. Так вот, чтобы приехать, сейчас требуется сколько денег? Немало. Да, и немало, и родители, не все. Сейчас уже не такая ситуация, не такая ровная социальная ситуация. А ведь дети рождаются талантливые, способные, с драйвом, как сейчас говорят, в семьях, независимо от места проживания и достатка. Советский Союз создал систему, которая этот вопрос как-то решала. Сейчас, к сожалению, пока старая система не может выдержать, которая сложилась в современных реалиях, нам трудно. В физмат-школе трудно, и поэтому мы, выпускники, пытаемся помочь. Я президент Союза выпускников Новосибирского госуниверситета, и Союз физмат-школьников, и Мышат, входит в наш Союз. Мы, ну, задача государственная, мы должны понимать, пока мы ее пытаемся решать сами. Государство убедить в том, что, напомнить ему, на самом деле, в том, зачем ему это все надо. Так вот, вот второй вопрос, третий вопрос. Вот сейчас давайте, Александр, сделаем паузу небольшую, да, и потом продолжим. Добро. Напомню, что у нас в гостях в студии «Радио 54» директор физико-математической школы Николай Иванович Яворский и один из выпускников школы Александр Балян. Я так понимаю, что у меня был вопрос такой заготовлен, но я так понял, что мы к нему постепенно перешли, что если сравнивать то время, когда все только начиналось, и сейчас, в чем, собственно, разница, какие плюсы и какие минусы, да, мы вот как-то к этому, да, уже перешли. Мы как-то поговорили больше о минусах, какие плюсы есть все-таки по сравнению с прошлым. Ну, безусловный плюс, если мне позволите, такой, что мир стал открыт. Если раньше «Академгородок» было одно из немногих открытых мест, где работают реальные ученые в нашей стране, но оно было открыто, что называется, приоткрыто, то теперь, конечно, открытый мир, и мы можем и образовательные технологии, и как сами получать, так и транслировать на весь мир обмен, возможно, широчайший. Вот, и, соответственно, ну, самое главное, потом есть эпоха, новая эпоха цифры, она и новые вызовы, но и новые возможности дает. Вот, ну, надо сказать, что идеологические вот эти некоторые, ну, как бы, ограничения, которые раньше были, сейчас их нет, настолько нет, что уж, может, это не так уж и хорошо, но, ну, по крайней мере, то, что хорошо, прямого давления идеологического тоже нет. Вот это я вижу. Николай Иванович может, да, вот что вы добавите, Николай Иванович. Ну, конечно, плюсов много в том, что было сказано, но и еще, конечно, очень важно, что возникло гораздо больше игроков на нашем поле. Оно, как бы, и конкурентная среда, и в то же время, на самом-то деле, и плюс, потому что это мы начинаем работать шире. И как раз вот роль нашей современной физмошколы, помочь многим, кто хочет делать то, что мы делаем, это наша вообще стратегическая задача. С другой стороны, все становится, естественно, сложнее, потому что, если большое многообразие, то много возможностей, проблема выбора и проблема источников, в том числе и финансирования, сказывается. Надо сказать, что их количество увеличивается в большом таком размере. Мы этим пользуемся, получаем и гранты, мы работаем за рубежом. Значит, кстати, открыта китайско-российская физмошкола в Казахстане планируем открывать наш филиал. И по нашему образу подобию в Южной Корее создана у нас Каринистанская Академия. Но дело же даже не в этом. Дело в том, что мы формируем общую среду такого глобального значения. Это тоже новое, то, что не было до сих пор. А вообще-то говоря, проблемы перед ребятами всех стран примерно одинаковые. Физика, математика, химия, биология – это очень сложные предметы. Попробуйте их выложить. Ну мы тут, да, мы уже с Элиной, когда вас ждали, мы... Мы пробовали в свое время, у нас не получилось. Мы поделились, да. Я там с этим не нанимали репетитора. Я хочу добавить, что на самом-то деле в этой новой ситуации очень важно не забывать то старое, что заложено. Дело в том, что, о чем уже говорил Александр, значит, обучение не учителями, а учеными. Это не реплика, а источник. И поэтому ребят учат не то, что написано в учебниках, а то, что никогда там не напишут. Это вход в науку прямой и вход в исследование. Это совершенно другое мировоззрение, другой подход к жизни. И все-таки, когда ребята выходят, сразу можно их увидеть. Поэтому как раз качество. У них широта и хватка совсем другие. Сколько учеников сейчас в школе? Пятьсот ребят у нас каждый год учатся. Ну, пятьсот в среднем погоде. Потому что не все выдерживают, мы берем немножко больше, а заканчиваем немножко меньше. Это же я правильно поняла? Десятый, одиннадцатый класс, да? Или нет? Девятый. Девятый. А, и девятый. Три года. Три года. Значит, у нас есть три потока, можно учиться три, два и один год. А, вот как. Я так понимаю, что выпускники работают по всему миру, да, и в разных совершенно сферах. Александр, про выпускников я, наверное, лучше скажу. Значит, наша научная диаспора по нашей системе, глобус МГУ, то есть глобус это глобальная цифровая среда наша, по которой мы отслеживаем выпускников, создаем ее сейчас развиваем. Все поддерживаете связь? Ну, мы стараемся, надо сказать, что поддерживаем еще говорить рано. Мы встречаемся на Всемирном конгрессе, вот у нас будет в конце этого месяца как раз Всемирный конгресс выпускников. В 54 страны научная диаспора, я, откровенно говоря, не думал, что в таком количестве стран вообще наука существует, когда выяснили мы это. Вот, 54 страны, конечно, в первую очередь это США, Великобритания, Германия, Израиль. Ну, мы про Россию сейчас не говорим. Это страны СНГ. Например, вот сейчас, в данный момент происходит встреча наших выпускников в Казахстане, уже третий день. Там научная диаспора наша и преподавательская, примерно 70% ведущих университетов завкафедры, точных и естественных наук, выпускники Новосибирского госуниверситета, и почти все они физмошкольники. Вот примерно так. Такая же ситуация во всех остальных азиатских республиках, где, правда, науки маловато. Такая же ситуация сейчас очень активно развивается в Китае, там они активно, понимаете, заимствуют. Есть в Иране, есть, ну, из экзотических стран, про которые я могу сказать, ну, Япония, тут уже понятно. В Африке два человека в глобусе у нас зарегистрировано в Малагасийской республике, прошу прощения, Мадагаскар. Я узнал о существовании науки в Мадагаскаре из этого факта. Ну, и так далее. То есть это огромная-огромная такая семья? Это не очень огромная семья, выпускников у нас не так много, как хотелось бы, но 15 тысяч человек, ну, я условно говорю, да, за 55 лет, вот, общаются в физмошкольнике, просто это же деревня. Мы живем в одном доме, многие в одной комнате. Это как армейская казарма, вот я армию вспоминаю, где я служил, да, ребят почти всех в лицо, помню, хотя прошло много лет. Физмошкольников вообще всех. На 25 лет выпуска у нас встретилось из моего класса 19 человек. Вы вот попробуйте, кто 25 лет назад закончил, собрать столько людей, 19 человек из 7 стран. Некоторые не смогли приехать, ну, по разным причинам, понятно. Но, тем не менее, мы вот так вот общаемся, такая семья. 23 августа будете отмечать? Да. Да? 55 лет. В доме ученых. Это будет, это, конечно, будет дата, я думаю, что много выпускников приедут, кто уже наверняка заявился, да. Смотрите, юбилейные выпуски, я не знаю, сколько будет на самом деле, никогда невозможно, есть издержки у нашего способа образования. Довольно много творческих людей производится таким способом, и поэтому не угадаешь никогда. В прошлый раз на юбилей приехало, если я правильно помню, 1700 человек примерно, вот, ну, на конгресс. Сколько там было в Мышат, я сейчас точно не помню, ну, примерно процентов 75. Вот, а между прочим, это второй раз празднуем день рождения в этом году, чтобы, как тот человек из одесского анекдота. Чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, да. Так вот, наша школа, между прочим, почему первая? Потому что она против всякого закона, против всяких правил государственных, начала работать за полгода до официального постановления Совета Министров и ЦК КПСС. Вот то, что 23 августа случилось. Мы начали 21 января под личную ответственность Академика Лаврентьева. И вот именно на этот юбилей с ним нас поздравлял президент страны, если что. Друзья, время, к сожалению, у нас, да, заканчивается. Спасибо, что нашли возможность приехать и поговорить с нами. Поздравляем с наступающим юбилеем. Напомню, у нас в гостях в студии были директор ФМШ Николай Иванович Еворский и один из выпускников школы Александр Боян. Еще раз спасибо. Спасибо.